В Нижнем Новгороде прошел межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа. Обсудить успешные практики формирования комфортной городской среды и трудности, возникающие при благоустройстве территорий, собрались руководители прокуратур ПФО, главы регионов, представители местного самоуправления и общественности. Подобный тематический форум проводится впервые. Эта тема, которая затрагивает практически всех людей, всех граждан нашей страны. Каждый человек рассчитывает и желает жить в комфортных условиях, в достойных условиях. Всем нравится, когда чистые подъезды, убранные улицы, дворы и так далее. И понятно, что государство наше уделяет достаточно серьезное внимание вопросу, но на местах не всегда получается так, как мы хотим. Поэтому, конечно, прокуратура здесь тоже подключилась к этой теме. Мы наработали определенный опыт. Отвечая на вопросы журналистов, глава Чувашии Михаил Игнатьев обозначил направление, которым в республике уделяется особо пристальное внимание. Касаясь Чувашской республики, мы на самом деле реализовали три значимых проекта. Это реконструкция биологических очистных сооружений, модернизация водоканала по программе «Чистая вода». Ну и строительство на принципах государственного частного партнерства – это полигон твердых коммунальных отходов. На самом деле, все эти вопросы, которые будут сегодня обсуждаться, они влияют на социальное самочувствие граждан. О практиках формирования комфортной среды в регионах продолжили говорить на дискуссионной площадке. Михаил Игнатьев в своем выступлении отметил, что в Чувашии за два года по приоритетному проекту благоустроено 116 дворовых территорий, 38 общественных пространств, 4 парка, установлено более 750 элементов игрового спортивного оборудования. На эти цели израсходовано почти 600 миллионов рублей. В 2017 году проект по реконструкции московской набережной в городе Чебоксары вошел в реестр лучших практик по благоустройству. В Чебоксарах уже завершено благоустройство Кадетского сквера. Раньше на этом месте был заброшенный пустырь, а теперь новое здание Кадетского корпуса, перед которым разбит сквер с аллеями, детской игровой зоной, скамейками, цветниками и фонтанами. Люди говорят просто спасибо. Приоритетный проект формирования комфортной городской среды и меры прокурорского реагирования, я хочу это подчеркнуть, дали дополнительный мощный импульс в реализации данного проекта. Среди моментов, на которые необходимо обратить особое внимание во всех регионах, содержание спортивных игровых площадок. По словам Сергея Зайцева, они часто не имеют хозяев и могут быть небезопасными. Среди объектов, требующих постоянного контроля и работа подрядных организаций, заброшенные аварийные дома и здания в населенных пунктах. В Козловском районе при моем выезде, при организации приема граждан, с учетом того, что я услышал, от людей, пришедших на прием, были организованы сносы домов аварийных и, разумеется, благоустройство территории. Где-то, может быть, сделано не все, но у нас есть четко выстроенные задачи, определяемся вместе с Михаилом Васильевичем по их осуществлению. И, на мой взгляд, получается достаточно неплохо. Взаимодействие властей, правоохранительных органов и общественности в сфере благоустройства сказывается на комфорте и качестве жизни населения. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова